Поговорим о правилах безопасности и уходе за животными в жару. Первый момент, на который хочу обратить внимание, мне кажется, это самый оптимальный пункт. Если мы понимаем, что на улице жара, не берите свою собаку на улицу. Я про кошек, наверное, в этом пункте говорить не буду, потому что кошек чаще всего на улице у него мало кто таскает. Если у нас на улице высокая температура и палящее солнце, не берите свою собаку на прогулку. Вы ее не возьмете на прогулку, у собаки не возникнет никаких проблем. Гуляем в утреннее время или вечернее время, когда температура у нас намного ниже, чем днем, и тогда проблемы не будет. Но если все же нам необходимо взять собачку с собой на улицу и температура на улице достаточно высокая, нам нужно соблюдать ряд правил, которые предотвратят какие-то неприятные последствия. Важным моментом прогулки с собакой на улице, когда жара является, нам нужно брать с собой воду в большом количестве, как для себя, так и для собаки. И собаку нужно поить в большом количестве и при любом удобном случае. Не когда она попросила, а прямо через каждые полчаса, через каждый час предлагать собачке попить воду. Второй момент. Если мы идем куда-то с собакой в парк, на пляж или на какие-то открытые пространства, нам нужно понимать, что собаке категорически нельзя находиться на открытом солнце. И если вы такое подразумеваете, нужно каким-то образом организовывать для собаки тень. Это могут быть какие-то домики, это могут быть какие-то зонты, это могут быть какие-то шатры, которые вы можете брать с собой, если вы хотите, чтобы собака где-то с вами на пляже или в парке загорала и сидела. Самое худшее, что может сделать владелец собаки или кошки летом, это оставить свою кошку или собаку в машине под палящим солнцем. Да даже не под палящим солнцем, просто в машине и уйдя в магазин Нужно понимать, что даже если вы оставили свою железную машину в тени Когда вы закрыли все двери и ушли, каждую минуту температура в машине будет повышаться на 1 градус И вот считайте, на сколько градусов поднимется температура в машине И что произойдет с вашим животным, пока вы там ходите по магазинам Поэтому если вы закрыли свое животное в машине и ушли Можно сказать, что вы в принципе его похоронили в этой машине И когда вы придете, есть вероятность, что вы найдете мертвое животное там Поэтому категорически этого делать нельзя Следующий момент, если мы говорим про кошек Кошки создания такие, что они редко подвергаются перегребам Но если наша кошечка осталась в квартире и в квартире как-то у нас очень душно Нам нужно сделать так, чтобы кошка могла спрятаться в квартире в какие-то места Где будет более прохладно и будет тень Не стоит оставлять кошку на балконе под открытыми лучами солнца Не стоит оставлять кошку в замкнутом пространстве, где будет очень душно И в квартире нам необходимо расставлять водичку в разных местах квартиры Чтобы водичка была прохладная Можно пробовать кошечку аккуратненько мочить руками Но тоже без фанатизма, потому что это может принести стресс кошке Поэтому будьте бдительны в моменты жары для животных И выполнять эти минимальные рекомендации, которые я озвучила вам It's a good day Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...